Доброе утро, гуру! Добро пожаловать в новый выпуск. Надеюсь, у вас прекрасный день. Знаю, кто продал биткоины. Твит покажет, Маунт Гокс перевел 110 тысяч BTC в этом месяце. У них осталось лишь 30 тысяч BTC за последние два дня. Они перевели 30 тысяч BTC. Из-за этого курс упал с 61 до 56. Это Маунт Гокс перемещал средства. Мы упали с 65 до 58, отскочили. Затем упали до 56. Капитализация крипторынка 2,1 триллиона. 50 тысяч зрителей следят за ценой биткоина онлайн видно. Биткоин достиг 59,800. Образовав тройную вершину 1, 2, 3. Тройной пик 59,800 и откат до 58,800 все еще выше вчерашних 56. Мы в крайнем страхе. BTC на 58,800 и все еще в панике. Невероятно. Перейдем к графикам биткоина. Покажу свой счет на 580 тысяч. Покажу свои сделки и расскажу об эфириуме. Нажмите подписаться, лайк и колокольчик. Задавайте вопросы в комментариях, отвечу в конце. Пишите, какие тикеры проанализировать. Сделаю это в видео. Теперь технический анализ биткоина. Переходим к техническим данным. Тесла немного выросла. Тесла и MCRT выросли. Биткоин упал до 58,800,446. Смотрим недельные фьючерсы на Bybit. Я на TradingView. На неделе тот же паттерн чашка с ручкой. Есть три основных паттерна. Видео о трех бычьих паттернах. Объем растет. Индикаторы из курса на jamescryptoguru.com. Синий. Покупка. Индикатор биткоина. Купил сигнал на продажу. Еще не сработал. Стохастик перепродан. Разворот вверх. Хорошо. Давайте посмотрим ближе. Теперь на долгосрочных графиках видно формирование обратной головы и плеч или B-образной фигуры. Похоже на обратную голову и плечи. Может быть плечо, голова, плечо, плечо. Что-то формируется. Стохастик растет. Объем хороший, но может достичь перекупленности. На выходных может быть спад. Но мы во второй, третьей импульсной волне. Может закрыться до выходных. Обычно по воскресеньям бывает атака. Я правильно это вижу. Не совсем так. Похоже на три крупные фигуры. У нас тут вроде формируется канал, нисходящий расширяющийся клин. Я бы все равно открыл позицию там же, где и последние дни со вчера. 53,391. Думаю, тут сильная поддержка. Лонг от 56. Стоп 55,200. Профит 72. Риск прибыль 1,19. Риск 8,29 на 16. Тысяча раз без плеча. Здесь их 160 тысяч. Итак, вход 56. Стоп 55,200. Профит 72. Риск прибыль 1,20. Вот сделка, которую я бы открыл по биткоину. Серая линия показывает, где открывается сделка. Где вы ее активируете. Стоп лосс на 55,200. Тейк профит. Зеленая линия на 70 тысяч. Вот такую сделку я бы открыл по биткоину. Теперь покажу вам мои сделки. Регистрируйтесь на Bybit для торговли. Это лучшая биржа. Там нет ликвидационных спредов. Очень надежная биржа. Одна из моих любимых. Пройдите курс по крипте. Все, чтобы научиться. И присоединяйтесь к нам в Телеграме. 9 тысяч человек уже с нами в Телеграме на Bybit. На моем счету 575 тысяч. Эта неделя и месяц были очень успешными. На этой неделе 6.25, 7.7, 5.98. Вниз до 5.64, обратно до 5.75. А за месяц еще больше движений. От 5.79 до 5.32, 6.12, 5.77, 5.98, 5.64, 5.75. Неделя бокового движения. У меня есть 6. У меня открыта сделка по биткоину на 3.16 тысяч долларов. Это 6.700 в прибыли. И эта сделка колебалась так же, как мой счет. Было минус 30 тысяч, плюс 20 тысяч. Вчера снова минус 300 баксов, потом плюс 10-11 штук ночью. Сейчас плюс 6 тысяч. Так что это сделка в силе. И вот как выглядит мой счет. У меня 3% эфириума, 28% USDT, 29% биткоина, 13% MCRT, 12% Uniswap, 7% DOG. Теперь давайте разберем теорему, а потом посмотрим ваши вопросы. Вообще-то давайте сначала перейдем к вашим вопросам. Крутые титры и качество повыше. Спасибо, выдра. Большое спасибо, Джеймс из Украины. Спасибо, Джеймс. Что думаешь о потенциале ICP? ICP стартовал с безумной оценкой, рухнул и все еще низко. Может, стоит купить, но надо изучить шум вокруг. Матик трудно игнорировать, может, пора, не знаю, что это. Похоже, на скам спамят матик. Не покупаю, где спамят. Сразу думаю, что это мошенники. Смеялись над Германией, продавшей биткоин по 60к. Они были правы, согласен. Помни о текущей капитализации рынка. Доброе утро. Доброе. Выходные могут стать кровавой баней. Я тоже так думаю. СЕК не справляется. Им стоит наехать на правительство США за отказ продавать на внебиржевом рынке, верно? Я понял, почему мне нравятся твои видео, Джеймс. Ты похож на парня из Индианы Джонса. Где купить, не знаю, я беру на Байбит. Люблю тебя, мужик. Я в восторге. Смотрю твои видео каждое утро. Спасибо, бро. Мы покупаем биткоины, что продает США, но это не так. Они все еще держат 203 тысячи биткоинов. Это был Маунт Гокс, сейчас покажу. Вот, у меня в X 85 тысяч 86 и 500 подписчиков, тысяча новых за два дня. В 2018 я всем говорил, бери биткоин по 920, эфир по 10 доллар, XRP по 0,006 доллар. Надеюсь, кто-то меня послушал. Маунт Гокс раздал 33 тысячи биткоинов на этой неделе. С 1 июля было 141 тысячи, теперь 33 тысяч биткоинов осталось у Маунт Гокс в этом месяце. Итак, 110, сколько? 110, 108 тысяч биткоинов выбросили на рынок. Итак, это кошелек управляющего Маунт Гокс. Видно, что с 1 июля у них было 141 тысяч биткоинов, к 15 августа два дня назад. Даже 9 августа у них было 32 тысячи биткоинов. На этой неделе с 9 по 15 августа они перевели 33 тысячи биткоинов кредиторам Маунт Гокс. Так вот, за эту неделю, за этот месяц, за последние полтора месяца у нас было 110, 110 тысяч М. Сколько мы сказали? 110, 108 тысяч биткоинов было выброшено на рынок. Итак, что такое Маунт Гокс? Если вы не знаете, Маунт Гокс была одной из первых криптобирж до появления Бинанс и других, которые сделали криптобиржи намного лучше и безопаснее. Раньше были ненадежные биржи, где вас могли обокрасть, а сами биржи могли рухнуть. Поэтому всегда храните большую часть криптовалюты в своем леджер или холодных кошельках. И МТГокс рухнула. Это случилось много лет назад, где-то в 2013-2015 годах. Точно не помню. И МатГокс обрушилась, и многие потеряли свою крипту, застряв на бирже, когда она упала. Они потеряли свои биткоины. Это была главная биржа для торговли биткоином. В 2013 году это была единственная биржа для торговли биткоином. Когда она рухнула, люди застряли. Их криптовалюта застряла. И вот МТГокс 11 лет спустя, представляете, 11 лет спустя. Они потеряли биткоин, когда он стоил около 1000 долларов. Спустя 11 лет им возвращают биткоины по цене 70 тысяч долларов. Получается, их заставили держать, что в итоге оказалось хорошей новостью. Но когда 108 тысяч биткоинов попадают на рынок, ожидается давление продаж. Поэтому мы и падаем. Но удивительно, что биткоин держится. Несмотря на продажу, 108 тысяч биткоинов, он все еще стабилен. Это показывает, насколько силен биткоин сейчас. Представьте, что Мексика вторглась в Техас при поддержке России, Китая и Ирана. Эти страны поставляют им оружие. Как сейчас с Россией, окруженной силами США и прочим. Конечно, они будут атаковать. Роберт Кеннеди. Один из политиков, выступающих против войны. Magic Stream был два часа назад. Призовой фонд составил 3000 долларов. Кажется, это было 3000 долларов. Для этого игрового турнира были большие призы. Конечно, из-за сброса средств МТГокс на рынок. Из-за выброса средств МТГокс на рынок. Давайте перейдем к эфириуму. Эфириум 25.93. Я бы оставил ту же сделку от... Какую сделку я настроил? Оба не активированы. Оставлю стоп-лосс 24.61. Тейк-профит 23.59. Извините, 4.700. Так, давайте посмотрим другие сообщения. Джеймс, где купить Тесла Спот? Тесла не крипта, а акция. Можно купить Тесла. Я использую Интерактив Брокерс и Чарльз Шваб. Это видео меня так рассмешило. Это видео меня так рассмешило. Пролил кофе. Отличное начало дня. Спасибо, Сатурн. Ты лучший. Спасибо, Виктория. Давайте глянем, что в Телеграме. В Телеге споры, графики разных мем-монет. Осторожно с покупкой мем-монет, ребята. Лучше взять хорошие альты после дампа. Попробуйте поймать крутые альты после дампа. Посмотрим, чего у меня больше всего. Да, давайте глянем, чего у меня больше. Итак, Этериум, ЮСТТ, Биткоин, МСРТ, ЮНИ. Хочу глянуть, как ЮНИ поднялся. Ну вот и все, на этом закончу, ребята. ЮНИСВАП быстро на 6.40. Интересно, не двигался. Не упал, не сдвинулся с места. Да, в последние дни он рос. Держит цену от 4.70 до 6.60. И я снова удачно купил ЮНИСВАП. Гляньте на мои покупки ЮНИСВАП. Идеально попал на падение. Продал ЮНИСВАП по 7 ценуарев до падения. Потом купил на дне по 4.70. Смотрите, продал, потом купил по 4.70. Много взял. Вернемся к техническому анализу ЮНИ. По-моему, готовится к большому движению. Был сильный сброс, который сильно опустил цену. Я бы сказал, это тренд. Но, думаю, основание треугольника – потенциал роста ЮНИ при прорыве. 16.18. Моя цель. Лучший вход – открытие на 5.50. Вот мои обновления по рынку, ребята. Все ссылки, как обычно, внизу. Биржа – это Bybit. Это лучшая биржа для трейдинга. Бонус 60.50 кэрэс при переходе по ссылке. Курсы стоят 333. Лучшая инвестиция. Небольшой отскок на счете. 575. Колеблющаяся прибыль – 7000 норис по биткоину. Спасибо всем за просмотр. Это мои обновления по рынку. Вопросы пишите в комментариях или телеграме. Присоединяйтесь к нам в телеграме сейчас. 113 человек онлайн обсуждают. Люблю вас всех. Отличного вам дня. Будьте осторожны на выходных. В воскресенье обычно атакуют рынки. При падении ликвидация ниже 48к для лонга. Не пугайтесь атаки. В понедельник часто отскок. Надеюсь, обойдется. Люблю вас всех. Вопросы пишите ниже. Отличных выходных. Наслаждайтесь жизнью. Думайте только позитивно. Цените людей рядом. Будьте в моменте. Оглянитесь вокруг. Будьте здесь и сейчас. Дышите глубоко. Не торопитесь. Слушайте людей. Будьте внимательны. Присутствуйте в настоящем моменте. Не думайте о будущем. Это лишь фантазии. Не думайте о прошлом и воспоминаниях. Это тоже воображение. Только здесь и сейчас. Люблю вас всех. Отличного дня. Увидимся завтра.